Золотые шубы. В следующем году ожидается значительное повышение цен на верхнюю одежду. Как говорят предприниматели, нововведения в правилах реализации шуб и дубленок, вступившие в силу в начале этой недели, скажутся на их стоимости. Речь идет о чипировании верхней одежды. Сарглана Захарова продолжит тему. С 5 декабря все шубы и дубленки из натурального меха должны иметь маркировку. Это QR-коды, которые можно просканировать через специальное приложение на мобильном телефоне. Оно выдаст покупателю всю родословную изделие, начиная от страны-изготовителя и заканчивая качеством меха. Данные чипы не скрываются под изделием. То есть их можно увидеть, они в свободном доступе находятся на изделии. Мера предпринята для вывода из тени нелегальных продавцов шуб. До запуска системы такие поставщики сомнительной продукции уходили от налогов и устанавливали более низкие цены. Тем самым они отбирали клиентов у законопослушных бизнесменов, реализующих качественный товар. Однако, насколько своевременной оказалась такая мера защиты прав предпринимателей, мы решили спросить об этом самих продавцов. Это резко отрицательное. Клиентов вообще нет. И так как мы сейчас не завозим новый товар, их я думаю, что в течение полугода мы их и не увидим. Нового поступления-то нет. Мы заняты не поставкой товара и где его взять, потому что все носим по поводу чипов. Не лучшие времена проживают и рынки города. Пустые павильоны, вынужденные распродажи, скучающие продавцы. Сегодня это обычная картина в одном из наиболее популярных меховых центров столицы. Редкому гостю рады, как новогоднему подарку. Но в то же время не скрывают, что дела идут не шатка, а валка. А новые требования, в том числе увеличение размера налоговых сборов, вынудят со следующего года. Повысить и без того недешевые цены на шубы. Со следующего года будут взиматься 30% как-то, поэтому ничего хорошего сказать не могу. Тогда поднимутся. Сейчас, наверное, тогда будет меньше 100 тысяч, но еще не будет. Растаможка будет дорогая. Потом налоги будем платить дорогие. Конечно, что-то для себя же надо иметь. Очень цены-то будут. Мы же вообще тут ничего не имеем. Даже себестоимость мы же продаем сейчас сидим все. Так, скоро излюбленная нашими женщинами фраза «шуба не роскошь, а необходимость суровую якутскую зиму» скорее всего потеряет свой смысл. Останется только первая часть и в более утвердительной форме. Шуба – роскошь. Более того, роскошь не только для покупателей, но и для самих продавцов. Саргалана Захарова, Евгений Тайтонов, Розалия Борисова, НВК «Саха», Якутск.